Уважаемые коллеги, безусловно, вопросы реабилитации, проблемы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, это важнейшая, актуальнейшая проблема современности. И здесь важнейшее значение имеет, конечно, реабилитация онкологических пациентов в силу особенностей течения основного онкологического процесса. И те данные, которые были получены за последние месяцы зарубежными коллегами, они свидетельствуют о том, что в три раза быстрее у онкологических пациентов наступают жизнеугрожающие состояния, в четыре раза выше риск тяжелого течения заболевания. Отмечено, что среди пациентов онкогематологических смертность составляет около 20%, то есть она выше. И, безусловно, обращается внимание на то, что существует риск развития токсических эффектов противоопухолевых препаратов на фоне приема ретонавира. И, конечно же, продолжается процесс накопления вот этих данных научных, но, тем не менее, в общем, мы можем уже выделены профессиональными сообществами группой риска высокого инфицирования и развития тяжелых осложнений у онкологических пациентов. И мы видим, что в эти группы входят пациенты, которые получали химиотерапию в течение последних трех месяцев, пациенты, которые получают обширную лучевую терапию после трансплантации костного мозга или получавшие лечение с использованием стволовых клеток в течение последних полугода, пациенты, получающиеся иммуносупрессивной терапии, некоторые типы опухоли кровотворной системы расцениваются как группа наиболее высокого риска, ну и, конечно же, пациенты с лейкопенией и низким уровнем иммуноглобулина. То есть, в общем и целом, мы видим, что все ситуации, связанные с иммуносупрессией, они как раз усугубляют те ситуации, которые связаны с особенностями течения коронавирусной инфекции. Где также имеют большое значение именно иммунные нарушения. Целями реабилитации являются на разных этапах разные, собственно, цели. Восстановление жизненной емкости легких, восстановление насыщения крови кислородом, профилактика венозной тромбоаболии. Это на первых этапах важно. На втором и третьем этапах реабилитации, безусловно, выходят на первое место восстановление толерантности к физическим нагрузкам, повышение общего адаптационного потенциала организма, профилактика повторной инфекции. То есть, цели многообразны. И, безусловно, для достижения этих целей использование методов физиотерапии также обосновано. И, собственно, вот на данный момент были утверждены, как мы уже услышали, временные методические рекомендации, седьмая версия здравом. И здесь выделен большой раздел медицинской реабилитации. В предыдущих версиях его не было. И, собственно, вот я хочу взять за основу вот этот данный утвержденный методический документ и посмотреть, какие же методы физиотерапии на данный момент рекомендованы. И при этом обратить внимание на степень обоснованности и уровень безопасности для онкологических пациентов. Потому что мы прекрасно понимаем, что методы физиотерапии в онкологии – это тема, которая также должна иметь серьезную доказательную базу. И в этом направлении сейчас проводится много научных исследований. Поэтому, вот взяв за основу эти временные методические рекомендации, вот что предлагается, в частности, на первом этапе в условиях отделения реанимации. Электростимуляции диафрагмы и межреберных мышц. В принципе, данный метод не исследовался у онкологических пациентов. Тем не менее, есть исследование, что переменные токи, импульсные токи, они используются с целью электростимуляции уже в течение большого времени и входят в ряд клинических рекомендаций, уже утвержденных по ряду нозологии. Поэтому нельзя считать, что этот метод не противопоказан. То есть не показан. Исследования, конечно, по электростимуляции диафрагмы, рекомендованы они китайскими коллегами в данном случае, и итальянские, тоже ученые, они рекомендуют данный метод. Но вот будем накапливать данные по степени доказательности. Ингаляция муколитиков и бронхолитиков. Также данный метод не считается противопоказанием. Безусловно, необходимо соблюдение всех мер безопасности. Индивидуальные только ингаляторы используются. На следующем этапе реабилитации спектр физиотерапевтических методов значительно расширяется. Так, с 12-14 дня при отсутствии осложнений рекомендована уже индивидуальная дозированная аэроионная терапия, нормобарическая гипокситерапия. Это методы, которые не только не противопоказаны, но и вот по нормобарической гипокситерапии были исследования проведены еще в 2000-х годах по применению его именно у пациентов онкологического профиля для повышения адаптационных возможностей организма. Поскольку речь идет о том, что тренируется организм к состоянию гипоксии. И это является фактором неспецифического воздействия общего регулирующего адаптивного действия. Инфракрасное низкоэнергетическое лазерное излучение, к нему отношение было весьма осторожное в течение многих десятилетий. Тем не менее, за последние годы были предложены методики, которые рекомендованы пациентам с третьей клинической группы наблюдений после радикальных операций на фоне химиотерапии, на фоне лучевой терапии при наличии осложнений. Поэтому входит данный метод в ряд клинических рекомендаций к поведению рака разных локализаций. И, соответственно, данный метод рекомендован в том числе и для лечения, для реабилитации пациентов, перенесших ковид. Методики разные. Методики не только местного локального воздействия на область корней легких, но и в том числе речь идет и о внутривенном лазерном воздействии, над сосудистым лазерным воздействием, то есть различные методические подходы. Электроматически поляризованный свет, также рекомендованный в данном документе, имеет официально противопоказания наличия опухолей мозга и кожи. Какие еще методы физиотерапии мы можем использовать уже на третьем этапе. Здесь спектр еще шире. И вы видите, что мы можем опять использовать импульсные токи. Но в данном случае речь уже идет не о воздействии на область диафрагмы, а о воздействии на мышечно-нервную систему с учетом гипотрофии мышечной, длительной гиподинамии у пациентов с тяжелым течением ковида. Поэтому в данном случае речь идет о электронейромиостимуляции на поперечно-полосатые мышцы конечностей. Есть возможность у пациентов онкологических проводить данные процедуры. Обращаю внимание на перспективность метода низкочастотной магнитотерапии. Дело в том, что в течение долгого времени низкочастотная магнитотерапия была единственным методом, разрешенным в реабилитации пациентов онкологического профиля. Этот метод не нагрузочный для важнейших функциональных систем организма. И в то же время он обладает ярко выраженным противоотечным, противовоспалительным действием. И в принципе мы его назначаем даже в более ранней стадии. Не только на третьем этапе, но его можно рекомендовать даже и на более ранних этапах реабилитации в силу хорошей переносимости и эффективности. Поэтому метод низкочастотной магнитотерапии также можно использовать пациентам онкологическим. методики в основном, если речь идет о пневмонии, перенесенных на область грудной клетки. Но возможно модификация при наличии осложнений, предположим, со стороны сосудистой системы. Есть у нас методики использования также наконечности магнитотерапии. И, как я уже говорила, степень безопасности для онкологических пациентов здесь можно считать доказанной. Совсем другое отношение к методам тепловым. И мы видим, что электромагнитное поле СВЧ, доциметровый диапазон, индуктотермия – это тепловые методы. И, конечно же, здесь мы имеем ограничения, это противопоказания для онкологических пациентов, поэтому данные методы не рекомендованы для категории пациентов онкологического профиля. Аналогичное отношение и к методу ультразвуковой терапии. Хотя были на заре становления этого метода, проведены экспериментальные работы по влиянию ультрафонофореза цитостатиков, противопухолевых препаратов на моделях, на перевыбаемых опухолях у животных. Но клинические исследования не проводились, поэтому на данный момент времени эти методы также не рекомендованы. Хотя ультразвуков как физический фактор обладает выраженным разволокняющим и дефиброзирующим эффектом, поэтому как профилактика процессов фиброза, спаечных процессов возникновения, конечно, он научно обоснован, но в данном случае для онкологических пациентов не рекомендован. Ну и СМТ-терапия, это фактически электрофорез, это тоже виды электролечения, про которые мы уже говорили, что работы такие проводились. В частности, за рубежом много данных по применению ЧЭНС. Через сложные электронные ростимуляции, это тоже варианты электротерапии. Уважаемые коллеги, ну как уже было сказано, это временные методические рекомендации. Безусловно, они будут дополняться. И именно сейчас идет этап накопления вот этого опыта и анализа полученных научных данных. И вот какие методы представляются перспективными, они не озвучены пока в методических рекомендациях, тем не менее, есть фактический опыт применения в системе ФМБА, в институте Скальфасовского. У пациентов с тяжелым и средне-тяжелым течением COVID-19 были рекомендованы процедуры гиперборической оксигенации. Ну и это вполне, в общем-то, обоснованно, потому что здесь сам механизм действия данного метода, он связан с тем, что повышается кислородная емкость крови, стимуляция происходит процессов микроциркуляции, уменьшается альвелярная вентиляция. То есть в данном случае, конечно же, эффект понятен, он прогностически просчитывается. А вот каково же отношение к методу гиперборической оксигенации в онкологии? Потому что для нас крайне важно, в принципе, не навредить безопасность пациента, не только эффективность. Поэтому вот я обратила внимание, за последние годы хороший был подготовлен зарубежными авторами обзор статей в 2015 году. И вот в частности, общий вывод, который делают авторы, это что на данный момент не смогли продемонстрировать научные исследования, проведенные способности гиперборической оксигенации, активировать рак или вызывать рецидивы и метастазирование. И в этом плане не получено было данное за усиление ангиогенеза в опухолевых клетках. В основном, конечно, работы экспериментального характера. В двух экспериментах было показано ингибирование деления клеток при остеосаркоме и при карциноме нозофарингеальной. Четко было показано, что усиливается эффективность химиотерапии при комбинированном применении с гиперборической оксигенацией лучевой терапией. Но в то же время были выявлены и возможные побочные эффекты при лучевой терапии в виде кислородной интоксикации и тяжелого лучевого повреждения ткани. Такие риски также обозначены. Поэтому данный метод, продолжается его изучение, и в клинических исследованиях сейчас ряд работ проводится. Поэтому определенные перспективы можно связывать в плане реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, именно онкологических пациентов. Еще один метод, безусловно, обращает внимание, если говорить о профилактике тромбозов. Дело в том, что итальянские коллеги рекомендуют при наличии плохой переносимости гепарина, при противопоказании к назначению гепарина, они рекомендуют использовать метод пневмокомпрессии. То есть механическая компрессия, как профилактика тромбоэмболии. А метод пневмокомпрессии, он довольно широко используется у онкологических пациентов. Он не только при лечении рака молочной железы вошел в клинические рекомендации, но и при ряде других нозологий в силу того, что он обладает ярким лимфодренажным противоотечным эффектом. И еще один метод, также вот сейчас изучается эффективность его, это в госпитале Лапина проводится реабилитация, там организована научная работа, группа сравнения, группа контроля, и вот основная группа, в которой проводятся магнитные стимуляции на область легких, на область диафрагмы. То есть здесь уже используется высокоинтенсивное импульсное магнитное поле. И, соответственно, этот метод показался предварительно свою эффективность, но данных по онкологическим пациентам на данный момент у нас нет. Поэтому, безусловно, это требует внимательного изучения доказательной базы. Благодарю вас, коллеги, за внимание. В целом можно сделать вывод, что методы физиотерапии имеют большие перспективы. В частности, вот сейчас у нас также утверждается временная методическая рекомендация по санаторно-курортному лечению уже на третьем этапе реабилитации. Поэтому, безусловно, будем приводить вот эти вот уже доказательные исследования и реализовывать в жизни эти методики. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...